Частное издательство Телерадио Хороший вкус. В торгово-промышленной палате республики на один день развернулась большая ярмарка. Более 80 производителей и около 300 организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания представили свою продукцию под общим брендом «Покупайте Мариельское». В числе посетителей оказалась и наша съемочная группа. Сама, одетая с иголочки, Екатерина Жаравина вот уже более 10 лет руководит фабрикой по пошиву школьной формы. Но на подобной выставке участие принимают впервые. В прошлом году на предприятии установили новую закройную технику. Ателье одевает учащихся как минимум 20 школ Ешкралы, а также нескольких районов республики. Форму шьют из качественных полушерстяных тканей. Заказы круглый год гарантированно, вне зависимости от ситуации в экономике. Сейчас ателье успешно реализует собственный проект. Не просто с говорящим названием, а скорее даже с глубоким философским смыслом. В красивом городе – красивые дети. Когда наш город становится таким красивым, таким ярким, и нам хочется, чтобы дети в школах, особенно начальные классы, чтобы ребенок посмотрел на себя в зеркало и шел с радостью в школу. Все-таки наша цель – выращивать культурных людей, как-то влиять на это, сделать общество лучше. Впервые на выставке «Покупайте Мариэльское» единый стенд развернули Музей истории Ешкралы, Национальной художественной галереи Царевакокшайский Кремль. Каждому есть что предложить, начиная от сувенирной продукции, заканчивая туристическими маршрутами. По свежим данным Республиканского комитета по туризму, за весь прошлый год Мариэл посетили около 350 тысяч туристов, включая экскурсантов. Для того, чтобы гостей стало еще больше, комитет уже начал работу над выпуском нового альбома. Что-то вроде «Путеводителя по Ешкрале». На сегодняшний день ведется работа по привлечению как к информационно-туристскому центру Царевакшайскому Кремлю, так и как к музейному комплексу, культурно-досуговому и центральной, наверное, туристической и культурной площадке города. По официальным данным, в течение 2013 года мы приняли более 65 тысяч человек. Ежегодно организаторы ярмарки стараются сделать ее зрелищной. В этом уголке, например, каждый желающий мог своими глазами увидеть, как работают с карамелью. В руках мастера она почти как пластилин. Карамель разогревается до 100 градусов, а храниться такое сладкое изделие может аж несколько лет. Используются ножницы специальные именно для карамели. Они не режут бумагу, только специально призначены для карамели. Это очень сложный процесс, трудоемкий, но все же увлекательный. Не сидят без дела и в исправительных колониях республики. В каждой из них сегодня запущено свое производство. Его называют Центром трудовой адаптации осужденных. Помимо изготовления футбольных мячей, за колючей проволокой занимаются и ковкой, и пошивом спецформы. Вот, в частности, образец авиалесоохрана. Специализированная форма одежды, как вы видите, с москитной сеткой специальной. Также мы шьем костюмы для специальных подразделений Министерства обороны. Примечательно, что в этом году среди участников ярмарки были и те, кто начал свое дело в рамках программы самозанятости, получив подъемное от государства без малого 60 тысяч рублей. Впрочем, как для представителей малого бизнеса, так и уже для крупных игроков ярмарка «Покупайте Мариэльское» не что иное, как дополнительный шанс найти новых покупателей, клиентов, партнеров. Действительно, хотелось бы, чтобы эта ярмарка стала той переговорной площадкой, где бы заключались уже договора на прямые поставки нашей продукции. Как все эти, чтобы эта продукция уходила и за пределы республики. Также, чтобы она присутствовала полностью качественная, свежая, доступная по ценам. Эта продукция на прилавках наших магазинов. По данным Минэкономразвития Мариэль, сейчас на прилавках магазинов республики более 70% – это продукция местных производителей. Больше всего своего, а не привозного из ассортимента хлебной, молочной и мясной продукции. При этом уровень средних потребительских цен на продовольственные товары в Мариэль является одним из самых низких в ПФО. Поэтому показатель у регион сейчас занимает 10 место из 14. Однако, подтянуть свои позиции, говорят в Минэкономразвитии, по завоеванию магазинных прилавков было бы неплохо производителям мороженого, а также алкогольной продукции, сделанной в Мариэль. Потенциал для этого есть. К тому же, чем больше будет реализована местная алкогольная продукция, тем больше акцизов получит республиканский бюджет. 22 февраля в клубе «Чаплин» вечеринка «Блиц-ФМ». Хедлайнер вечера – группа «Анимация». Справки по телефону 204312. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова